МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, вот Николай I и Александр I, они ведь братья родные. А у них было хоть что-нибудь общее? Была, безусловно, забота Александра о брате Николая и благоговение брата Николая перед Александром. Наш ангел, так в семье Николая I, называли Александр Павлович. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема сегодняшнего разговора внутренняя политика императора Александра I, императора Николая I. К началу XIX века Россия была великая европейская держава, завоевавшая железом и кровью своего права быть таковой, одной из пяти великих европейских держав, ведущего, так сказать, политического центра тогдашнего мира. С другой стороны, Россия была чрезвычайно открытой страной в культурном отношении столетия спустя после рефорта Петра Великого, открытая всем веянием западноевропейским. Здесь уместно вспомнить слова одного мыслителя XX века. В мировой истории есть три чуда. Античная Греция, итальянский Эрнессанс и русский XIX век. Но эпоха Александра I – это начальная точка вот этого чуда. А пока оно было еще не чудом, а картиной общества с одной стороны с высоким чувством национального самоуважения и своего достоинства государственного, а с другой стороны культурно вообще принадлежавшего в лице своих придворных верхов и верхушки дворянства, аристократии, принадлежавшего западному миру. Просто. По той причине, что сама светская русская культура находилась в зачаточном состоянии практически. Вот это первый фактор. И в этой обстановке, естественно, что в начале царствования Александра общество воспринимает идеи просвещения как нечто само собой разумеющее, именно европеизированное, конечно, общество. Не учитывая того обстоятельства, в какой стране и в каких отношениях оно само находится. Образование императора Александра, оно получает отчасти случайно, отчасти, может, и закономерно, некий специфический характер. Он обусловлен самой политикой императрицы Екатерины, которая в качестве воспитателя его старшего сына Александра, она приглашает швейцарского педагога, республиканца по убеждениям, Федерико Сезаро Лагарпа, который, воспитывая Александра, обеспечивая себе его доверие, в конце концов, получает влюбленного в него ученика, который разделяет его мировоззрение. Получается, человек, которому грозит стать русским императором в самодержавной российской монархии, он превращается в платонического мечтательного республиканца, который мечтает каким-то в духе идей просвещения внезапно осчастливить свою страну, вот так очень просто. А потом Александр Павлович планирует уехать в некую условную для него платоническую Америку, как он себе ее представляет, где живут благородные дикари и свободные поселенцы, которые, не стесненные никакими феодальными традициями средневекового мракобесия, и будут жить как свободные гражданицы и свободные граждане. Вот с таким идеалом человек оказывается вплетен в дворцовые интриги, так сказать, и в конце концов он испытывает известный конфликт между вот своим вот этим республиканско-платоническим абсолютно импортированным и беспочвенным идеалом русской действительности, в общем-то, с большой, как свою личную трагедию, в конце концов. В дальнейшем он будет пытаться его реализовать достаточно настойчиво и в конце концов получит очень весьма конфликтный и противоречивый результат. Он ищет в себе практического помощника, хорошего секретаря, кабинетного деятеля, замечательного делопроизводителя, в том числе мощного интеллектуала, намного более эрудированного, чем его прежние так называемые молодые друзья, в теоретических вопросах, связанных с конституционными идеями, политическими идеями просвещения и практическими их воплощениями в европейских конституциях, законодательствах, различных документах, обычных традициях и так далее. Это Михаил Михайлович Спиранский. Спиранский, главный его наперсник во всем, что касается первого десятилетия воцарствования, но он не только, он достигает и практических результатов. Но главный, конечно, акт – это конституция, это конституционный проект, в общем-то, Александр отдает себе отчет, что это будет именно конституция, именно в этом качестве он заказывает большой проект государственного преобразования к Спиранскому, а тот, ничто рассумнявшийся, рекомендует ему обнародовать эти свои, вот все это вместе, как он сказал, обнародовать все вдруг, внезапно. Мы с вами проснемся и узнаем, что мы, в каких мы друг с другом теперь находимся отношениях. В общем-то, это классический пример механистического понимания и политики, истории, так сказать, и готовности переносить механически сюда какие-либо, так сказать, нормы, порядки, обычаи, традиции, так сказать, институты соответствующие. На самом деле, вот о том, что это натыкается на непонимание, скажем так, и естественное сопротивление в укладе жизни целых слоев общества, их в укладе мышления, поведения, ну, понятно, что Александр получает консервативную оппозицию. Самым ярким представителем, так сказать, отечественного консерватизма первого счета 19 века, чей голос дошел до Александра I, это был Николай Михайлович Карамзин. Он глубоко владел всем багажом просвещения, то есть это был человек европейский, вот как говорили бы тогда, блестящий, европейский образованный, лидер русской культуры, один из лидеров, так сказать, и Александр не мог просто отнимокнуться, как от кого-то невежественного, так сказать, человека, которому свойственно рабское сознание с точки зрения просвещенных, так сказать, людей, да. Вот Карамзин всем этим владел багажом, но у него был опыт. Вот он был свидетелем того, что, так сказать, именно французской революции, был лучше в своих чувствах потрясен тем, как идеи Руссо и Вольтера воплощали великие французские революционеры, так называемые, великие в кавычках, да, в смысле, по масштабам последствий своих действий, так сказать, и Наполеон Бонапарт в последствии, да. И пришло к поводу, что такого количества, таких морей пролитой крови, это все не стоило. И что предпринял Карамзин? Ну, значит, ну, а кто сказал, что идеи, вот эти идеи конституции свободы, так сказать, разделения, так сказать, властей и прочее и тому подобное, почему если они успешно себя проявили, там, в Англии, допустим, и во Франции еще где-то, откуда уверен, что точно так же это будет работать в России? А как ответить на этот вопрос? Значит, что это значит? Просто от них отмахнуться, это тоже глупо, да? Значит, с ними надо работать. Их надо изучать, но не просто их изучать, а нужно изучать самое главное, что предпринял Карамзин, изучать Россию, ее историю. Карамзин на полпути своего исторического труда, в размышлениях над этими вопросами, предъявил императору с одной стороны глубочайшую историческую апологию русского самодержавия, в широком понимании, самодержавия как неограниченная власть одного человека и как суверенитета. Затем критику десятилетнего его правления и предложения на будущее. Ну, дилемма его мышления – это момент дисциплины и момент свободы, да? Россия, стремясь к свободе, пытаясь, так сказать, отклоняясь от главного пути, что ее, она основалась победами и не начали им гибла от разновласти, а спасалась мудрым самодержавиям. Александр I, заигрывая с Конституцией, балансирует над пропастью. Потому что в случае попытки ввести нечто подобное в России, будет запущен механизм новой смуты, причем гораздо более опасной, потому что мир вокруг намного сильнее, страшнее и агрессивнее, чем был, так сказать, в начале XVII века и технически у него больше возможностей, да? Поэтому Россия в этом отношении, так сказать, Россия балансирует на краю пропасти, все это чрезвычайно опасно. Александр идет по ложному пути, так сказать, он с одной стороны пытается, ну, некий прагматический вариант из того, что он, из замыслов, он потихонечку вырисовывается. Государственный совет, законосовещательный орган, хотя и незаконодательный министерство, которое сперва на бумаге появляется, через 7 лет, наконец, более-менее Пиранский сочиняет, так сказать, ну, приемлемую концепцию их появления, скажем, введения в действие в России, но сам процесс, вот, кстати, очень характерный, завершится министерской реформой только при Николае I в 1840 год. Вот на самом деле, что это означало, а легко было на бумаге, манифест об учреждении легко, написали, все, а потом 40 лет это доводили до ума. Это, кстати, характерно для всех, почти всех, начинания Александра I. Начинание Александра очень хорошее просветительское, и появление новых в России университетов, и либеральный университетский устав 1904 года, либеральный цензурный устав, все это было прекрасно, но натыкалось на целый комплекс реалий, прежде всего, мизерность читающей аудитории, там, 500 экземпляров, это гигантский тираж вестника Европы Карамзина, он был вообще в восторге, сколько много. Это на 36-миллионную страну, оцените, пожалуйста. 1812 год и борьба с Наполеоном, значит, отражение Наполеона в России. Александр понял как раз, ввиду этого он очень быстро оценил обстановку, он отправил в отставку Спиранского, и на его место поставил Александра Семеновича Шушкова, одного из лидеров так называемой русской партии, который фактически главного, написавшего все манифесты, которые от лица Александра заговорил с народом и армией в течение, так сказать, борьбы с Наполеоном до самого 1814 года, до взятия Парижа, главный пропагандист Отечественной войны. Общество было, во-первых, национальный подъем, патриотический подъем, для Александра он был, в общем, довольно неожиданно. Во-первых, это непросвещенная страна, откуда здесь патриотизм, откуда люди, которые мотивированы не страхом, так сказать, и принуждением, а каким-то, так сказать, воодушевляемым, так сказать, национальным чувствам в этом отношении, да, причем достаточно сильным, да, откуда все это такое. В этом отношении его поведение в России контрастировало с чувствами, так сказать, общественного мнения здесь, так сказать, общества. В чем это выражалось? Но он ни разу не посетил ни Бородинское поле, да, ни Смоленское, так сказать, ни другие места событий кампании войны 1812 года. Когда все дворянство готовилось почти память павших в Бородинском сражении, демонстративно уехал в Петербург, да, явно с неприязью относился к памяти спасителей отечества светлейшего князя Михаила Реоныча Кутузова, фельдмаршала, безусловной фигурой, которая, так сказать, отдавала должное тогда все. На развалинах герцогства Варшавского он возродил польское государство, совершенно новое, самое демократическое по тогдашним меркам в Европе конституции, самым широким избирательным правом, да, со всеми атрибутами, там, государственный язык, полиция, армия, ничем, вот, связанные с Россией, только личные унии практически, да. Но дальше сказывалось что? Что исторические, глубокие исторические духовные традиции, отличающие Россию и Польшу, да. Но если русский император так великодушен, значит, он нас боится. Ну, а если русские нас боятся, значит, можно с ним поговорить с позицией силы. Нити заговора очень быстро распространились в польском обществе. В этих условиях Александр постепенно ощущал, что его политика заходит в тупик, да. Значит, попоры в поляках он не нашел. В Польше шло брожение, и антирусское брожение, оно усилилось. В 20-м году он получил известие, что в России существ, получил доклад генерала Бенкендорфа, опытного, так сказать, контрразведчика, и, так сказать, и много умевшего в области, так сказать, политического сыска. И замечательного строевого начальника, одного из героев войны 1812 года, заграничных походов. Вот от этого человека он получил уведомление, что в России существует политический заговор с неясными целями. Сам он был этим отчасти потрясен, отчасти у него, как бы, его совестные чувства, он испытывал многие, так сказать, совестные переживания. Он был человек очень тонкий, конечно, да. Умевший оставаться гуманным и человечным. Вот и Александр утяготился этим. Он не решался репрессировать этих людей, хотя можно было установить, кто к этому заговору относится. Он считал, что я побудил их, они просто пошли дальше. А сам он в 1821 году как-то обмолился, уже вернувши возвращенные им и ссылки Спиранскому, что следует не торопиться преобразованиями, но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются. То есть это уже были маневры между противоречиями общественного мнения. И он понимал, что он сам вызвал вот это вот, так сказать, политическое прожитерство в духе, так сказать, декабристских замыслов и так далее, и вообще вот эту тенденцию в таком духе действовать. А с другой стороны, он сам не решался репрессировать. И только уже в 1825 году, практически в Таганроге на смертном андре, почти узнав о том, что существует заговор с целью его физического уничтожения и уничтожения в густейшей фамилии, он отдал приказ об аресте одного из лидеров Южного общества, полковника Павла Ивановича Пестеля, командира Вятского пехотного полка. Вот. И автора замечательного проекта «Русская правда» вот этого, декабристского. И в довершение к этому сам Александр запутал вопрос о наследовании престола. В 1920-е годы он несколько раз, ну, два-три раза, это очень достаточно, он намекал Николаю, что Константин, наследник Константин Павлович, царство не будет, Александр был бездетным, как известно, да, вот, он должен был передать трону Константину, но он сам несколько раз говорил, что Константин царствовать не хочет, а должен быть это Николай, да, но ничего, никаких процедур переходных к тому, чтобы передать, вот, скажем так, сделать наследником цесаревичем, Николая он не предпринимал. Сейчас декабристоведы много ломают копии, чтобы доказать, что был какой-то заговор Белорадовича, но, по-моему, его действия очень логичные, понимаете. Когда создается ситуация, вот, подобная той, которая оказалась, значит, в декабре 1925 года, здесь целый ряд неурядиц возникает. И вот представьте, что оказалось, что на престоле не цесаревич Константин, а все объявляют, что на престоле императора Николая. Ну, не, в смысле, цесаревич, император, не Константин, а на престоле императора Николая. Что с этим делать? Первая мысль какая должна прийти всякому офицеру, который дал присягу и наследнику престола, который от его величества поставлен будет, согласно формуле Трощинского, да, при Павле I. Как он должен с себя поступить? Первая мысль, значит, на престоле узурпатор. Долг каждого честного офицера немедленно поспешить на выручку законного монарха на помощь. Если ты промедлил, ты замялся или ты что-то хочешь выяснять, на тебя тут же падает подозрение, значит, если ты замялся, значит, наверное, ты что-то знал. Это уже подозрение в измене, в соучастии в узурпации. И теперь представьте себе, какая каша начнется в России. Вот Милорадович очень хорошо понимал-то. Поэтому он предлагал Николаю в соответствии с законом принести присягу и всей гвардии, значит, вместе привести присягу гвардии, так сказать, присягнуть императору Константину. Затем Константин должен получить документ удостоверяющего о том, что власть переходит к Николаю и, соответственно, сославшись на волю брата Александра, манифестом отречься от престола в пользу Николая. И после этого все дают присягу Николаю. То есть процедура, это очень важно, которая существовала в России и имела, так сказать, прецеденты, и была уже достаточно устоявшейся. По крайней мере, формально можно было на нее ссылаться. Вот это действие Милорадовича. Вот выход из положения, ну, по поводу заговора декабристов очень много написано, что Николай боялся, что он там был перепуган, там напуган, но Николай был не из пугливых. Он вышел на встречу опасности, он знал и произнес слова известные, что завтра Илья мертв, Илья император. Но даже если я буду царствовать один день, я покажу, что был того достоин. И вместе с супругой Александра Федора они дали слово друг другу умереть, если это понадобится. Но тем не менее, он, опять же, избыточную кровожадность он тоже не проявил. Все верные, так сказать, идеальные, деятельные, ответственные офицеры немедленно вокруг него сплотились. Они приняли все от них завище, чтобы, так сказать, предотвратить возможный, так сказать, даже локальный успех мятежа, где бы то ни было. Но и в решающий момент князь Васильчиков просто на него оказал давление. Ваше Величество, немедленно откройте огонь картечью по мятежникам или откажитесь от престола. Ответ Николая сказал, вы хотите, чтобы в первый день моего царствования пролил кровь моих подданных? Пауссава ве трампе, короткая фраза французская, чтобы спасти вашу империю. Не вашу власть, а именно вашу империю, то есть Россию от смуты и хаоса. При Николае 30 лет консервативной политики. На чем она основывалась? У нее были мощные предпосылки. В России, с одной стороны, в дворянстве был очень силен дух монархического благовения и верности. С другой стороны, в России общество еще не заболевало комплексом неполноценности. Самоуважение было на высоком уровне, так сказать, и оно, как писал Кирьевский, судьба всех государств европейских зависит от совокупности всех других, судьба России зависит от самой России. И все, она может выбирать. В России был развитый консервативный дискурс, в лице консервативной оппозиции курсу Александра I и того же Карамзина. Карамзина Николай I чтил, благовейно к нему относился. И самое важное, Карамзин под конец, значит, в начале Нового Царства Карамзин и Спиранский подают друг другу руки, выясняют свои отношения. И Карамзин рекомендует Михаила Михайловича Спиранского как замечательного помощника и надежного, так сказать, очень важного человека, который может многим его быть полезен, ему и России. После этого все становится на места, так сказать. Спиранский принимает программу Карамзина. Нужно реконструировать русское законодательство, вот его историю, его исторической последовательности. Затем выяснить, это второй этап, выяснить, какие законы действуют сейчас, то есть создать свод законов, писать, которые действуют систематизированных по отраслям права. А вот после этого можно уже и думать, какие новшества можно, надо выводить. Что можно, какие реформы, условия реформы у него там нет, так сказать, ну понятно, какие преобразования можно осуществить. Вот эта программа, значит, ее полностью за нее берется Спиранский, завершает свой труд в начале 30-х годов, в 1932 году в торжественном собрании Государственного Совета, где уже лежит отпечатанный свод законов, значит, на него возлагает ленту ордена святого Андрея Первозвана, и возлагает личный император благодарности. Это создание правовой базы для российского государственного права, и нужны еще и кадры, конечно, да. Вот здесь проблема, значит, связанная с развитием народного просвещения, так сказать, и, естественно, к нему примыкает и политика в отношении печати и лицензуры. В эпоху Николая Первого здесь выделяется личность министра народного просвещения, президента Академии Нового, графа Сергея Семеновна. Тогда еще не графа, но графа установлена в 1946 году, Сергея Семеновича Уварова. Здесь, прежде всего, что выделяется, значит, Уваров при, так сказать, поддержке Николая осуществляет ряд мероприятий, которые превращают отечественное образование в настоящую полноценную систему. Происходит, значит, формируются учебные программы четко по ступеням образования, значит, приходские училища, уездные училища, гимназии и благородные пансионы среднее звено, так сказать, ну, на одном уровне, так сказать, да, университеты. Затем не менее важна проблема учета образовательного ценза в государственном строительстве, да, прежде всего. Какие права и преимущества получает человек, получивший образование? Вот здесь неудачные попытки Александра, которые с 1809 года тянулись там по поводу вот того же экзамена начин, выливается в целую систему, разработанную, по-видимому, все тем же Спиранским, введенную в 1834 году, систему деления всех чиновников в России на разряды в зависимости от уровня образования. В результате чиновники с высшим образованием или средним получают возможность продвигаться в полтора-два раза быстрее, чем, так сказать, те, кто его не имеет. Этим задается тенденция формирования на достаточно высоком уровне, где-то на уровне среднего звена правительственного аппарата, чиновников новой формации. То есть, с одной стороны, выдвижение лиц, так сказать, с образованием, так сказать, на государственном службе, значит, в достаточно большом количестве, чтобы повлиять, качественно изменить всю культуру государственного управления, да, с другой стороны, это стимулирует интерес дворянства и, так сказать, не только дворянства к получению образования в России. При Николае, так сказать, происходит и, так сказать, стабилизируется финансы, реформа, так сказать, системы, вводит в систему серебряного монометаллизма, нащупываются возможные попытки безопасного упражнения крепостного права, хотя и не происходит, так сказать, пока это только идет в виде так называемых секретных комитетов, так сказать, заседающих глубокое таяние от общества, но вместе с тем происходит развитие ведомств, да, ведомства государственных имуществ, ведомства внутренних дел, где происходит формирование профессиональных кадров для будущего решения в России уже крестьянского вопроса на, уже, так сказать, на путях отмены крепостного права уже в следующее царство. Николай продолжает, он поддерживает ведущую роль России в Европе, так сказать, сопротивляясь двум тенденциям опасным, так сказать, во внешней политике, так сказать, европейской политике, да, это французскому и немецкому национализму. Николай проводит военные реформы, которые увеличивают мощь России в два-три раза, дважды проводит полное перевооружение русской армии, единообразно стрелковым артиллерийским оружием, переформировывает пехоту кавалей и создает корпусную организацию, так сказать, с независимыми главнокомандующими на важнейших стратегических направлениях, со своими штабными структурами, так сказать, и формирует стратегическую конницу. И к концу 42-х годов уже очевидно, что в Европе нет ни одной державы, которая могла бы один на один бросить вызов России. Еще и появляется, помимо старых, еще и новый конфликтогенный элемент, да. Понятно, что, скажем так, в развитии образования в России, а известно все то же Сергей Семенович Уваров, он исходит из того, что новый человек образован должен быть русским по духу европейцам по образованию. Причем именно с 40-х годов, наконец, после всех мероприятий, которые он проводит, русские университеты, русская наука и просвещение становятся заметны в Европе. Именно с этого времени, да. Выходят на настоящий европейский уровень. Не иначе. То есть вместо вот такого энтузиазма, связанного с верой в человека, что вот ему только надо дать свободу, он сам всего достигнет, прагматический николаевский и Иваровский вот такой вот настрой, который, в общем-то, исходит из того, что нужно стимулировать, исходя из традиционных ценностей дворянства, так сказать, и других классов, стимулировать интерес к просвещению и, так сказать, учитывать то их собственное, так сказать, в этом смысле традиции, вот таким образом формируя, так сказать, и вызывая новые социокультурные изменения. В Россию в конце управления Николая ежегодно ввозилось около полумиллиона книг. И постепенно формируется, так сказать, иное отношение, иное общественное мнение. Отбор, который сформирован университетами, пансионными, лицеями, гимназиями, которые, так сказать, нуждаются в новой общественной перспективе. Да, Уваров готов к этому. Да, он считает, что нужно постепенно либерализовать цензуру. В сороковые годы начинает разговаривать об этом с императором, хотя подает это иначе совсем, как меры больше, скажем, дисциплинарные, чем наоборот, хотя фактически соединение в одном лице редакторов и центров должно лицензуру либерализовать. Но Николай к этому не готов. И когда возникает охранительная тревога, связанная с революцией 48-49 года, на Уварова падает подозрение. Значит, на Уваров, в конце концов, оказывается, лишен политической самостоятельности и, воспользовавшись тяжелой болезнью, так сказать, там, кончиной своей супруги, он уходит в отставку, подает в отставку. С этого момента начинается полоса ошибок. Николай вводит систему, которую позднее назовут системой цензурного террора. Последние семилетия – это безусловный кризис, это политический кризис. Экономика здесь, на мой взгляд, имеет второстепенное и тридцатепенное значение. Это кризис политический, это противоречие между потребностями вот этой перспективной части общества, наиболее динамичной части общества в тогдашней России, так сказать, и старой вот этой установками, так сказать, традиции Николаевской политической системы в лице тех, кто добился отставки Уварова. Вот и в сочетании с ошибками Николая во внешней политике, да. Крымская война – это единственная война, которую Россия ввела, будучи без единого союзника в Европе, то есть в полной изоляции со стороны всех остальных великих держав. Таких войн ни одна страна в мире не выигрывала никогда. Впервые было травмировано национальное чувство такой силы, да, потому что полтора-ста лет Россия шла от победы к победе. Ну и, естественно, виновата, если мы проиграли, виновата только политическая система, да. Фактически Николай, но он ни разу не пытался ни на кого переложить свою ответственность, он все последствия, так сказать, в этом смысле взял на себя, его окружение ближайшее, так сказать, тоже. Вот. И в конце концов общество склонилось к необходимости политики реформ, да, это понятно. Чтобы преодолеть этот кризис, этот раскол Александру Второму, преемнику Николая Первого, нужно было резко изменить политический курс. В какой степени политика Николая Первого была подготовкой великих реформ императора Александра Второго? Субъективно, конечно, нет, но объективно Николай создал мощные предпосылки, социокультурные, административно-политические, так сказать, в лице массового кадра профессиональной бюрократии специалистов по соответствующим вопросам государственного управления, с одной стороны, причем высокоорганизованных и широко эрудированных и подготовленных, и опытных. С другой стороны, Николай создал правовую базу для государственного управления, в том числе, так сказать, и правовую базу для развития гражданского общества в России, вот, в последующее время, вот, и, соответственно, институты науки просвещения также составили очень важное в этом отношении подспорье, созданное в его, так сказать, правлении. Все это в целом составляло тот фундамент, на котором могли строить новую политику уже, так сказать, в либеральную эпоху, в эпоху великих реформ Александра Второго. Ну и, наконец, но здесь мы не забудем, что политические багаж и воспоминания о либеральной эпохе Александра Первого никуда не исчезли из русской политической традиции, из общества, так сказать, из государства. И периодически вот этот динамизм между либерализмом образца, так сказать, рожденным при Александре Первом и консерватизмом, рожденным при Николае Первом, он продолжал сопровождать политическое развитие исторической российской государственности 2-го года 19-го, начало 20-го века. Вот все, о чем сегодня мне хотелось с вами поговорить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok